Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов Бальдасаре Томмазо Перуци. Итальянский архитектор и живописец эпохи Высокого Возрождения и раннего манеризма. Родился в небольшом городе Блиссиены. С 1503 года работал в Риме. Быстро получил признание как архитектор и мастер иллюзорных росписей, создающих эффект продолжения архитектурного пространства. Перуци считает создателем римской школы фасадных росписей, в основном Гризалию. Но они не сохранились до нашего времени. Вначале Перуци работал вместе с Доната Браманте, но затем перешел к Рафаэле. В 1508-1511 годах Бальдасаро Перуци совместно с Рафаэле Себастьяно Дель Пьембо и другими участвовал в постройке и росписях виллы Фарнезина в Риме. После смерти Рафаэля с 1520 года вместе с Антонио Дассангауло младшим возглавлял работу по строительству собора Святого Петра. После страшного разграбления Рима в 1527 году Бальдасаро Перуци вернулся в родную Сиену и работал там архитектором республики. В 1535 году вернулся в Рим. Его последней постройкой стал Палаццо Массима Аля Колонна в Риме. Перуци увлекался античной археологией, математикой, астрономией, геометрией, перспективой. Он был подлинным человеком возрождения, но в своем индивидуальном стиле причудливо соединял нормы римского классицизма, созданной Браманта и Рафаэля, с элементами манеризма, нарождающегося барокко и родным ему готическими архаизмами Сиенской школы живописи. В этом он типичный манерист. Так написано в Википедии. Его в живописных работах привлекает необычная экспрессия, типичная манеристическая изощренность, заполнение фигурами всего изобразительного пространства. Умер в возрасте 55 лет в 1537 году, ну и вторая еще дата, 1536 год. Погребен в римском пантеоне рядом с могилой Рафаэля, в числе его учеников Пьетро Катанео. Рисунок Перуцы Андроклы Лев, созданный по мотивам сказания о рабе Андрокле, находится в собрании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ну вот так вкратце с переведенной в Википедии об Альдасаре Томмазо Перуцци, итальянском архитекторе и живописце эпохи Високого Возрождения и раннего манеризма. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok